Музыка Культура питания начинается с высокой самооценки и самоуважения. Если вы действительно хорошо к себе относитесь, уважаете себя, вы не потащите в рот абы что и абы как. Ольга Литвиненко, психолог. Статья «Страсти по идее». Здравствуйте! В эфире «Просто и вкусно» и сегодня у нас долгожданный гость, автор идеи, главный редактор журнала «Просто и вкусно» Ольга Бокс. Оля, привет! Привет! Наконец-то! Очень рада тебя видеть. Ну, я смотрю, на столе очень много продуктов. Что-то грандиозное мы сегодня готовим? Нет, как всегда, все будет очень просто и вкусно. Это одно блюдо большое? Нет, мы приготовим две закуски и одно блюдо, оно является основным во всем мире, но у нас почему-то считают, что это закуска. Попробуем переубедить и доказать, что это тоже можно кушать. Я знал, что сегодня будет интрига. Ольга просто так не может прийти с одним каким-то блюдом. Мы приготовим закуску из баклажан. Баклажан будет запеченный, а все, что на нем, свежее. Так, дальше? Дальше будет закуска из тунца с пикантным соусом, тоже запеченное. Да. И третье блюдо, то есть то, что я вот и хочу показать, что это может быть основным блюдом, да, это будет запеченное тевтели, отдельно к ним готовится томатный соус, и потом пита разрезается, и все это туда наполняется вместе с салатом, луком, вот. Ну что ж, попытаемся все это сделать, такой праздничный стол уложится в одну программу. И мы приступаем. Давай, что? Говори мне, что делать. Для начала тебе нужно будет порезать этот баклажан тонкими колечками, то есть примерно в полсантиметра должно быть колечко. Вот так мы его разделаем, да? Да. Можно, даже если будет сантиметр, будет все равно нормально. А я займусь другой закуской. Тебе тоже ножик нужен? Да, мне тоже нужен. Да, я тебе ножичек какой? Просто ровный, да. Вот такой, да? Давай, отлично. Я начну делать закуску с тунцом, то есть это будут две закуски, которые мы первым делом отправим в духовку. И баклажаны тоже в духовку отправляем, да? Да, а тебе будет легче этим ножом резать. Серьезно? Ну давай. Ну что, баклажан большой. Слушай, повинуюсь, у нас сегодня мастер кулинар. Итак, режем. Да. Посмотри, пожалуйста, вот так где-то, да? Да, 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 очень правильно. Ох. Редко когда от женщины истинного кулинара услышат слова «да-да», очень правильно. Молодец. Приятно, черт возьми. Какой он огромный. Вот такие большущие. Да, 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 да. Ты специально выбирала такой огромный толстый баклажан? Да, да. Потому что они будут запекаться, мы их сейчас отправим в духовку, и на уже запеченный баклажан мы разложим вот этот такой салатик. Своего рода баклажановый бутерброд будет такой, да? Да, что-то в этом роде. Бутерброды уже, так скажем, не в моде. Я обожаю, между прочим, бутерброды с докторской колбасой. Поэтому бутерброд для меня актуален каждый день. Что бы ты сказал, или точнее, что бы ты выбрал, если бы, например, тебе бы дали бутерброд простой с докторской колбасой. Так. Ты любишь с маслом или без? Это важно. Да. С маслом. Или немного подпеченный хлеб, желательно мягкий, когда его запекаешь. Не, ну не начинай, я все правильно. Не, 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 мы должны это закончить. Он становится... Масаны всегда поставили точки над «и». Да, он становится как запеченный сверху, но мягкий внутри. Так я такой хлеб готов кушать без колбасы. Конечно, вы кушаете. Вот. Дальше мы туда делаем прослоечку соуса песто. Можно с сицилийского, с вялеными помидорочками. Нет. Без мятой, хорошо. И дальше мы кладем туда тоненький-тоненький ломтик прошутто. Что бы ты тогда выбрал? Это уже не бутерброд. Нет. Это уже брускетто. Если слово прошутто не ругательное, я бы выбрал с этим словом. Понятно. Если честно, я не знаю, что такое прошутто. Что мы делаем? Прошутто... Выкладываем сюда баклажаны? Да, выкладывай просто красиво. Что такое прошутто? Прошутто – это итальянская вяленая... Колбаса? Не колбаса, это свиная ножка. То есть, это как бекон, но вяленый. Кто откажется от свиной ножки? Практически сырой и очень тоненько нарезан. То есть, у него очень специфический вкус. И вот в сочетании с теми продуктами, которые я тебя назвала, он просто идеален. Так, теперь нам нужно это все. Нет, это еще не все. Еще не все? Нет, тебе нужно это все сбрызнуть растительным маслом и немного посолить. Давайте. Так, а я тоже начинаю... Если растительное масло, то, конечно же, при воле. Рафинированное, дезодорированное. При воле, рекомендуем. Правильно, Оля? Кстати, очень полезно даже пить по одной столовой ложке. А я на чем бы сказал? Да. По чуть-чуть наливаем на каждый баклажанчик, да? Да. На каждую кусочку баклажанчик. Вот так, да? Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот тебе кисточку для того, чтобы ты мог это все размазать. Вот такими кусочками надо нарезать лаваш для закуски из тунца. И выкладываем его тоже на противень. Но еще не отправляем в духовку с баклажанами, потому что здесь будет сразу и начинка. То есть мы с начинкой отправим. Оля, рядом с тобой я чувствую себя творческим человеком, потому что я этой кисточкой словно маляр. Вообще на кухне вообще можно чувствовать себя творческим человеком, потому что я, например, ассоциирую вот не готовить еду, а еду надо создавать. И создавать еду надо как создают вот… Шедевры. Нет. Картины, скульптуры. Нет. Вот, допустим, как стилисты создают вид одежды, то есть так надо создавать еду. Давай сюда поставим маслице. Вот так вот. Подбирать какие-то определенные вкусы. То есть это не просто, допустим, приготовить первое или второе, а это надо приготовить так, чтобы это все сочеталось между собой. И чтобы еще люди захотели это покушать. Если приготовишь так, чтобы это сочеталось, то есть как блузка и юбка и босоножки или там сапоги, то есть, конечно, это все захотят кушать. Ну, у женщин всегда блузка, юбка, сапоги, а у мужчин это пиво, рыба и хорошая компания. Вот. Кстати, очень хорошо подобранные компоненты. Отправляем в духовку. А ты посолил? Нет. Надо посолить. Надо посолить. Солим. Вот что значит женский глаз. Я бы так отправил. Солим сильно, не сильно? Немного, немного солим. Немножечко. Ага. Просто, чтобы... Для вкуса. Да. Отправляем нарезанный баклажан, приправленный растительным маслом и немножечко подсоленный, в духовку, разогретую до 190 градусов. На сколько минут? Минут 15-20. На 15 минут. То есть мы увидим по готовности. Отлично. Вот так. Что дальше? Слушаю тебя внимательно. Дальше давайте сделаешь заправку для этих баклажан. А я пока доготовлю уже заправку из тунца. Как делаю заправку из чего? Тебе понадобятся помидоры. Но помидоры нужны будут без сока. То есть ты мелко резать умеешь? Я все умею. Ага. Хорошо. Вот это все надо тоже отрезать. Конечно. Я тебе даю мисочку для этого. Давай. Оля. Журнал просто и вкусно. Как возникла идея вообще создания журнала? Идея возникла с блога. То есть я вот открыла свой кулинарный блог. Так. В интернете? Да. Так. И фотографировала, готовила, готовила, фотографировала. Скажи мне, пожалуйста, ты изначально фотограф? Вообще есть какое-то образование фотографическое? Да. Но не супер высшее образование фотографа. То есть я всему училась, скажем так, уже не методом тыка, потому что уже была база фотографа, она была. То есть определяла. Я долго не могла найти свой стиль в фотографии. То есть есть люди, которые хорошо фотографируют людей. Есть люди, которые хорошо фотографируют пейзажи. А я не могла понять, что же я хорошо фотографирую. Потом я начала готовить, когда родила второго ребенка. Готовила, готовила и начала сфотографировать. А до того, пока ты не готовила, да? А чем ты кормила мужа своего? Нет, я готовила, но вот... Мне тогда совсем делать уже нечего было. Я готовила печеньки разные, по три, по четыре вида в день. И я думала... Ну, то есть тебе с самого начала нравилось готовить, но еще одна страсть – это фотография. Да, и когда я взяла фотоаппарат и начала выставлять печенье, выстраивать свет, то есть я уже поняла, что действительно мне нравится фотографировать еду. Потому что фотографировать еду – это недостаточно просто выложить, допустим, кекс на тарелку и его сфотографировать. То есть это не фуд-фотография. Чтобы сфотографировать кекс, нужно еще пол стола различных предметов, шприцов кондитерских, тарелок, каких-то бусинок, бантиков, ленточек. Ну, это зависит от ситуации, какой кекс ты хочешь сфотографировать. То есть если это какой-нибудь там женский кекс с кремом, то, конечно, это будут ленточки. А если это... А есть мужские кексы? Ну, допустим, маффины. Они без крема? Маффины с овсянкой, допустим, с какой-нибудь... Если женский кекс, то, конечно же, с кремом. Если мужской, то с пивом. Хотя есть кексы и на пиве. Есть, да? Для пива кексы? На пиве. На пиве. А можно и для пива. То есть если сделать кекс с большим количеством пармезана и каких-нибудь семян, то есть это уже получится кекс к пиву. Круто. Так, сейчас я сделаю... Итак, возникла идея сначала пофотографировать красивую еду. И это привело к тебе к созданию журнала, как я понимаю? Нет. Не сразу? Не сразу. Давай я расскажу, из чего я буду делать закуску с тунцом. Здесь идет тунис, да? Тунис. Это обыкновенная консерва, которую можно купить в любом магазине. То есть самый простой рецепт. И что мне нравится, что он готовится очень быстро и улетает всегда на ура. Тунцу нам понадобится сыр президент. Такой, чтобы можно было натирать. Плюс мне нравится вот этот сыр эмменталь тем, что он... У него нет никакого другого пикантного или кислого вкуса. То есть он идет именно такой нейтральный, который нужен именно для вот этой закуски. И очень вкусный. Сыра мы натираем немного. Так. Скажи мне, что с помидорами? Я правильно их делаю? Правильно, очень правильно. Отжимаю их. Да, 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 да. Отлично. Получится как раз то, что надо. Вот видишь я их так. Потому что если будет много сока, будет... Растекаться они будут, как я понял. Да, да. Что с баклажанами? Скажи мне. Баклажаны пока еще запекаются. Они уже немного потемнели, но все хорошо пока. Отлично. Дальше мы сюда добавляем майонез ляда. Майонез ляда. Майонез то, что надо. Сколько мы сюда добавляем майонеза? Майонеза добавляем примерно на одну банку тунца. Две столовые ложки. Две-три столовые ложки. Да, чтобы он был такой... Чтобы можно было... Но не сильно жидкий. Да, да, да. Чтобы чувствовался вкусный. Чтобы была просто паста. Так, и дальше нам нужно сюда еще добавить немного, примерно полустоловой ложки сладкого перца. Полустоловой или чайной? Полчайной. Хорошо. А что ты боишься? Нормально? Испугалась. Просто, может быть, тебе очень сильно нравится красный перец сладкий? Мне вообще нравятся специи и красный перец тоже. Так, это мы все перемешиваем. Перемешиваем. Отлично. Я заканчиваю. Сколько помидорного общества понадобится? Все надо рубить? Ты знаешь, на такое количество еще одну помидору точно. Еще одну и фатер. Да. Хорошо. Оля. Да. А сохранился первый номер журнала? Вообще, когда он появился, вышел свет? Конечно, сохранился. Вышел свет. Он в декабре 2011 года. Вот такой же журнал у тебя большой. Ну да. Ему уже много-много лет. Ну, не много лет, а всего лишь полтора года. Это срок. Да. Для нас это срок. Ну, подобно тому, как майонез Лиада нельзя найти в магазинах, так и твой журнал. Раскупается. Да. Людям нравится, интересно. Нравится, да. Потому что там действительно есть информация, которую все могут использовать. Полезная информация. Мы стараемся постепенно приучать людей к каким-то новым блюдам. То есть мы в журнале не даем продукты, которых нет в Кишиневе. А если и даем... Вот. Это очень важно. А если даем рецепт с вяльными помидорами, то мы делаем пометку, где вяльные помидоры можно найти. А самим повялить? Самим повялить. У нас тоже был такой рецепт, но это просто занимает очень много времени. Цели и задачи журнала просто и вкусно. Вот возникла идея создать журнал, да? То есть какой-то необычный подход. В чем необычность подхода вашего журнала, твоего журнала? Ну, необычность в том, что мы стараемся немного переучить, можно даже так сказать, заставить людей пересмотреть свои взгляды на еду. На еду. То есть не просто... То есть какой-то диктат происходит. Друзья, нас заставляют, покупая журнал просто и вкусно, я понимаю, что я попадаю в рабство. И без этого я больше не могу. То есть, конечно, вот переучить человека с того стиля еды, который был... Картошка, мясо. Без застолья, вот это вот все большое, очень сложно. Даже мне себя переубедить, что, допустим, салат оливье это не очень хорошо и готовить его не надо, я не могу. То есть на Новый год, если у нас нет салата оливье, значит нет Нового года. Нет Нового года, согласен. Хотя я Новый год всегда отмечаю дома и не делаю традиционных застольей, хотя все готовлю сама, а у меня все в стиле фуршета, большие какие-то тарелки с красиво выложенным сыром. Ну, и по типу шведского стола, да? Да. Захотел, подошел, не захотел, не подошел. Просто сказал, и тебе поднесли. Почему бы нет? Нет, у нас обычно это... Самообслуживание. Но без салата оливье это не обходится. Посмотри, пожалуйста, с помидорами все ли в порядке у меня? Да, у тебя все в порядке с помидорами. Отлично. Что-то я заговорила, уже не обращаю внимания, что ты делаешь. Теперь нам нужно добавить творог. Так, творог президент. Мы будем использовать творог президент. Да, очень хорошо, что он зернистый. То есть вот какая у него структура, это значит, что тебе не придется его нарезать, отжимать и не превратиться в кашу. Сколько нам понадобится творога? Здесь в пачке у нас... Нет, давай мы все на глаз, давай еще немного. Еще, а сколько у нас в пачке здесь? 450 граммов. Мы на глаз кладем, то есть одну ложку мы положили, да? Да. Еще одну. Давай еще одну. Ты меня остановишь, да? Да, да, да. Вот так. И все. Вот это и все. И все, да? Да. Немало? Нет, нет. Дальше тебе нужно будет сюда нарезать еще мяту, такими же маленькими кусочками. Примерно 3-4 ложечки зернистого творога президент. 9% мы добавили к двум мелко нарезанным помидорам. Так. Мяту как? Мы тоже измельчаем? Мелко-мелко-мелко-мелко? Очень-очень. Очень-очень-очень мелко. Я понял. Так. Так. Мои вот такие вот брускеты маленькие я уже отправляю в духовку. Разогретую до 190 градусов? Да, до 190 градусов. На какое время мы ее отправляем? Ой, запах бакожан, чувствуешь? Класс. Я вообще люблю. А вид у них какой симпатичный. Да. Ты посмотри. Супер. Брускеты мы на какое время отправляем в духовку? Мы отправляем до тех пор, пока не расплавится сыр и не получится, как... Сейчас у нас, как ты говоришь, бутерброд, а должно стать что-то единое. То есть сыр должен... А плавится в единую массу. Да. Я понял. То есть это... Ну, дорогие друзья, вы поняли, на какое время мы отправляем брускет. То есть это все на глаз. Так, надо посмотреть наши баклажаны, если они... Теперь я понимаю, что такое настоящий мастер-класс. Это когда все на глаз. Да. Я прав? В какой-то мере, да. Да, отлично. Так, давай ты поднимешься сюда. Я туда двигаюсь, да? А я сюда поближе к комбайну, потому что я буду сейчас делать тефтели. Хорошо. Осталось 10 секунд, друзья. Уже 9 секунд. 10 секунд это до чего? До того, чтобы я сделала тефтели? Нет, Олечка, нет. Уже 5 секунд практически осталось. И наступает этот момент, без которого ныне никак нельзя. Реклама. На канале РТР Молдова. Игорь. Да? Я смотрю, как ты режешь эту мяту, и я понимаю, что это просто уже профессиональные навыки повара. А ты знаешь, где я научился всему этому? Где? В твоих мастер-классах, потому что ты точно так же это делаешь. Да, регулярно, смотрю, есть чем и поучиться, между прочим. Ничего себе. Спасибо огромное. Смотри, какая мята получилась. Мята шикарная. То есть для вот этой закуски она как раз такая и нужна. Отлично. А это вся мята, которую я тебе дала? Да. Давай ты возьмешь еще 2 веточки. А не много будет мяты? Нет. Нет. Серьезно? Когда ты попробуешь, ты поймешь. Понял. Берем еще 2 веточки. А я пока начинаю устанавливать блендер. Блендер Бош. Любезно предоставленный нам сетью супермаркетов Бомба. Из миксера я только что сделала блендер. Такой блендер-трансформер. Тут все трансформер. Тут и миксер, и мясорубка. Очень удобная вещь, как я понимаю, да? Очень, очень. Журнал просто и вкусно. Насколько мне известно, вы же не только выпускаете журнал, да? Помимо журнала вы еще устраиваете какие-то акции. Проводите какие-то вечера, проводите какие-то мастер-классы. Буквально недавно я видел отчет в Фейсбуке. Можно я к этому вернусь? Я запомнила твой вопрос. Просто мне сейчас надо достать хлеб. Я хочу попросить тебя. Он очень далеко. И хочу обратить внимание на то, что я буду сейчас делать. Давай. То есть я это уже делала в одной из передач. Но ты с этим уже знаком. Знаком. Но может быть кто-нибудь не знает, как это делать. Поясняй. Для чего нам нужен такой пышный хлеб большой? Пышный хлеб нам нужен для тефтелей. То есть многие у нас не только в Молдове, но и вообще на всем постсоветском пространстве. Да и вообще в мире многие используют как размягчитель для котлет, тефтелей хлеб с молоком. Итак, молока я не вижу у нас. Нет, молока и не будет. То есть мы просто... С водой? Нет. С томатным соком? Нет. С растительным маслом? Нет. Закладываем хлеб в блендер. Отлично. Так. И перемалываем его. Чудеса, кибернетика. Быстро и легко. Все готово. Вот какие отличные получились хлебные крошки. Из этих... А можешь мне еще мисочку дать? Даю большую, маленькую. Да, большую. Большую, большую. Давай. Из этих хлебных крошек мы сделаем фарш. У нас будет фарш из хлеба. Да. Только из хлебных крошек? Нет. Что-то куда еще добавим? Конечно. Сейчас я вот этот крупно порезанный лук также бросаю в блендер. Измельчать его будешь? Да. Ага, все до консистенции фарша? Да. Я понял. Это для тевтелей? Это все для тевтелей. Гуд. То есть чем больше всяких таких наполнителей там, можно бросить сюда еще один зубчик чеснока. Давай два. Один тебе, один мне. Давай два. Чеснок замечательный, корнеплог, так же как и лук. Обладает великолепными свойствами, омолаживает, антисептик, борется со всеми болезнями. Поэтому рекомендую каждый день в новом виде. Ой, Игорь, надо баклажаны достать. Достаем баклажаны. Где у нас волшебная варежка? Ох, какие баклажаны шикарные. Так, и давай их сюда. Просто натюрморт. Так, все, баклажаны у нас практически готовы, да, как я понимаю? И вот это тоже практически готово. Нет, баклажаны на них осталось только выложить. А мы их будем здесь в противне оставлять, либо на какую-то тарелочку? Можем на тарелочку, конечно. На тарелочку, отлично. Лучше, конечно, на досочку, но... Так, что у нас с твоими брускетами? Они почти готовы. Да, они стали единой массой, посмотри. Да, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Если они чуть-чуть поджарили. Хорошо, не вопрос. Так, теперь этот фарш мы также отправляем в блендер. Что делать с баклажанами? Пока ничего. Пока ничего. Я перевешиваю это дело. Тебе сюда надо еще красный лук нарезать так же мелко, как... Красный лук. Да, можешь половинку сюда. Половиночку красного лука. Вот это у нас для чего? Для баклажан на дело. Я понял. Итак, половиночку красного лука мелко-мелко нарезаем? Да, очень мелко. Так, все. Все? Фарш готов для тефтелей. Оля, посмотри, что у меня с луком. Нормально? Да. Супер, супер, супер. Скажи, пожалуйста, ты часто лук нарезаешь? Да, приходится. Как ты к нему относишься вообще? Я очень люблю лук. А он с тобой дружит? Ну, по поводу, если ты имеешь в виду слезы. Ну да, да. Слезы любви и радости. Слезы не дружит. Я постоянно плачу. Плачешь? Да. Я вот, ты даже сейчас режешь, и я... И тут был лук, и я понимаю, что... Каждая встреча с луком для Ольги слезы радости, как я понимаю. Да, да. Мы сюда же перемещаем, да? Да, 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 все сюда. Мелко нарезаем красный лук. А почему красный лук? Потому что он более сладкий, чем вот этот репчатый, и у него вкус есть дополнительный. То есть... Теперь-то я могу все это перемешать? Да, только очень аккуратно. Еще масло. Добавляем немножечко растительного масла при волье. Сколько? Ложечка столовая, две? На глаз. Две и полторы. На глаз. Если мастер-класс, то, конечно же, на глаз. Вот так. Есть. Где-то две столовые ложки. Все, все, все. Все, да? Ну, что страшно. Этого масла можно... Да, этого не помешает, потому что баклажаны очень хорошо впитывают масло. И чуть-чуть присолим, да? Черный перчик. Нет, перчика сюда уже не надо. Потому что здесь есть мята и лук, и это уже... Хватает. У них есть... А что, мята острая? Нет. Тут будет просто другая специфика вкуса. Соли хватит, Оля? Да. На, все, отлично. Так. И вот у меня для техтелей тоже. Вот, сейчас я посмотрю наши... Брускеты? Да. Давай. Ай, смотри, какие получились. Ой, красота. Клади сюда на доску, давай. Сюда клади. Да. Супер. Теперь осторожно только, чтобы не дотронуться на них. Сейчас я их выложу на тарелку и буду... Они уже готовы? Да. Офигеть, как быстро. Так, я тебе об этом и говорю, что... В этом и прелесть, дорогие друзья. Просто и вкусно. Да. Это я уже в предвкушении. Я вообще в тунцу... Все-таки турец с сыром. К тунцу, майонезу. Ну, сыру нормально, но и лавашу отношусь как... Как тебе так сказать? Как к своим очень близким родственникам. Нет, не очень хорошо. С любовью и нежностью. Не очень хорошо. А наоборот? Да. Как дальним родственникам. Да. А вот когда они в таком виде... Сейчас мы их еще пристепим петрушкой. Тоже мелко нарезанной. И это будет и красиво. А в таком виде ты любишь как родных. Да. Ну, понятно. Когда они быстро готовятся и без заморочек, и получается красивое блюдо. Что скажешь? Супер. Просто супер. Надеюсь. Бальзам на душу. Так. И теперь можешь это все выкладывать уже на баклажаны. Уже выкладываю. Помимо того, что вы выпускаете журнал, вы еще проводите кучу всего интересного. Да. Для людей познавательного и вкусного. Да. И вот буквально недавно... Буквально недавно мы как раз провели такое мероприятие. Это был летний пикник от журнала «Просто и вкусно». Конечно, просто вот с чего хотелось бы начать, так это с того, что... О чем мы с тобой уже говорили, что мы стараемся привить другую культуру еды. Не другую, скажем, правильную. Может быть, честно говоря, какая правильная, какая нет, я не знаю. Но насчет другой это точно. Знаете, дорогие друзья, в этом прелесть, даже когда мастер-кулинар говорит о том, что, если честно, я не знаю, значит, есть куда учиться, есть к чему стремиться. И в этом фишка, правильно? Просто люди очень удивились тому, что мы приготовили. А приготовили мы, в принципе, обычные вещи, просто вот по-другому. Ну, необычно их подали. Необычно их подали. То есть, как обычно привыкли люди приходить на всякие светские мероприятия? Столы, фуршетные. Там зеленые листья. На зеленых листьях салатные. На этих зеленых листьях салатных куча всяких закусок. Ну, в принципе, вот поесть это и все. У нас были корзины, в которых был набор для пикника. То есть, то, что... Что, по-твоему, набор для пикника? Что это такое? По-моему, вот набор... Я много раз думала о том, что должно входить в набор для пикника. Это кексы. Потому что хочется что-то сладенькое. Почему начинаю с кекса? Потому что я люблю сладкое. Ты все время со сладкого начинаешь? Да. Все наоборот. Да. Я даже могу съесть десерт, а потом основное блюдо. Кексы. Потом фрукты. Я прошу прощения. Да. Готово? Да. Перекладываем на тарелку? Да. Супер. Просто и вкусно. И еще очень быстро. Когда ты переложишь, тебе надо будет взять петрушечку, мелко ее поломать можешь, даже порвать. О, так я вилочкой не возьму. Надо взять какую-то лопаточку. Наверное, я не одну. Так. Где у меня здесь? Вот это будет мне помогать. Вот так вот. Ты начинаешь со сладенького. Почему тебе все время тянет на сладенькое? Тебе не хватает сахара в крови или что? Нет, сахара мне как раз хватает. Просто не знаю, я очень люблю сладкое. Ну, наверное, как многие девушки. Любят сладкое. Я бы так сказал все девушки. Почему? Нет, знаю многих, кто к сладкому абсолютно равнодушен. Серьезно? Меня это очень удивляет, да. Как бы я не могу так. Дальше. Что еще входит в набор для пикника, вот по-твоему? Панине. Или стандартные обычные бутерброды. То есть мы их, конечно, красиво оформили, красиво разложили, но... Панине это что такое? Расскажи людям. Это бутерброд. Бутерброд. Закрытый бутерброд. Закрытый. Почему закрытый? Чтобы было удобно кушать на природе. То есть на природе должно быть все очень удобное. То, что не пачкается и... Приходите на природу, а открываете свою кошелочку, а там бутерброды. И жена спрашивает мужу, что там? Он говорит, закрытый бутерброд. Он говорит, не обманывай меня. Там не закрытый бутерброд, там открытый бутерброд. Оля, я видел в Фейсбуке фотографии. А есть ли у тебя об этом деле видеоотчет? Да. У нас есть и фотоотчет, и видеоотчет. И мы его приготовили. Если ты не против, то мы можем его посмотреть сейчас. Дорогие друзья, сейчас мы все с вами узнаем, как по-новому просто и вкусно нужно употреблять пищу. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Осталась практически уже заключительная часть. То есть тебе надо взять эти питы, разрезать их пополам. Тефтели ты уже скрутила, уложила на противень. Мы их отправляем в духовку. Мы их сначала смазываем маслом. Растительным маслом приводья. Для того, чтобы они не были сухие. Каждую по отдельности. Каждую по отдельности надо смазать. Я разрезаю питу пополам? Ты разрезаешь питу пополам. Так, дальше? Дальше ты в них в каждую питу, в каждую половинку, да, ты сделаешь кармашек, туда засунешь листья салата. Понял. Засовывай листья салата. Так, как это блюдо будет называться? Вот это у нас пита с пиктерками. Это просто пита с тевтельками. Да. То есть... Точно так же, как и твой журнал. Да. Просто и вкусно. Просто. То есть, не знаю, мне очень нравится... Ты где это блюдо подсмотрела, либо это придумала сама? Нет, это блюдо я подсмотрела. Как и многие блюда... Так? Да, можешь еще пару листиков, так, чтобы они чуть-чуть торчали. Вот так вот. И туда, и чтобы было и красиво, и вкусно, что-нибудь свеженькое. Хорошо. Хотя говорят, что в Америке, допустим, очень нездоровая пища, да, то есть все вот эти фастфуды. Не может быть. Что ты говоришь? Нет, на самом деле это просто говорят так. Люди, которые... То есть, если посмотреть на основное количество людей, которые живет в Америке, то там, конечно, большая часть населения не может себе позволить кушать в дорогих ресторанах, или из-за того, что они работают на трех-четырех работах, они не успевают готовить или как-то питаться хорошо. Правильно. Да, правильно. Поэтому и создается впечатление, что все кушают там неправильно. На самом деле, там большой процент населения, которые очень заботятся о своем здоровье, очень правильно кушают, и рецепты, которые они создают, очень интересные. То есть, вот этот рецепт я как раз посмотрела в американском журнале. И что мне еще нравится, что они... Журнал про еду? Да. Такой же, как и твой, просто и вкусный. Да, да. Что мне у них нравится, что они из абсолютно простых вещей делают какие-то такие блюда, о которых мы даже не догадываемся. То есть, это очень интересно. Так, вот эти тефтели мы теперь отправляем в духовку. Отправляем тефтели в духовку Ханса, которая заранее была разогрета до 200 градусов. Уже до 200, да. Да. По времени, насколько? Минут на 20, если на 200, то минут на 20. То есть, опять же, на глаз, да? Да. Потому что мастер-класс. Я пока нарежу лук красный. Ты тоже... Я сейчас подключусь к тебе. Тоненькими-тоненькими колечками. Хорошо. Теперь туда надо переложить вот это. А, это мы тоже туда закладываем, да? Тоже туда. Дальше... Внутрь, да? Внутрь, да. А, и еще будет? То есть, сейчас... По кусочку, по одному вот так берем, кладем. Сейчас я беру огурец. Срезаю вот этой вот чистилкой для чистки картошки. Морковки. Морковки, картошки, вообще всех. И всего остального. Да. И нарезаю вот такие вот ленты. Между прочим, если его наточить, то можно и бриться. Да, почему бы не? Ну, вот насчет бриться я, конечно, не уверена. Я не пробовала. Ленты будут получаться красивые. Но вот ленты из огурца получаются хорошие. Их вместе с луком... Ага. Да. То есть, ты берешь немного лука, такую ленту из огурца. Одну или две. Две можно брать, чтобы было. То есть, они будут придавать тоже свежести вместе с салатными листьями. Ах, как пахнет. А огурец такой сочный-сочный. Все эти продукты, друзья, можно найти у нас на центральном рынке, либо на любом другом районном базарчике. Это все наше местное, ароматное, безумно вкусное. Без ГМО и каких-то там опалок непонятных. В чем мы прелись, в принципе-то? Я приступлю к соусу. То есть, сейчас эти наши тевтельки немного подрумянятся. И мы польем их вот тем, что я сейчас сделала. Прямо вот этими помидорами будем укладывать? Ну, нет, не помидорами. Мы их отправляем. Помидоры с острым соку, ты вновь отправляешь в блендер. В блендер, да. Отлично. И сейчас мы из них сделаем томат-пасту. Я их заранее немного посолила. Так, и добавлю очень много сахара. Я хочу зрителям показать, что у нас получается. Если можно крупненько взять, вот смотрите, получается салатный листик, лучок, огурчик свежий. И сюда же у нас потом тевтельки будут попадать, да? Да, с томатным соусом. С томатным соусом. Ах, какая вкусняшка. Нам нужна одна чайная маленькая ложечка сахара. Сюда, кстати, можно добавить еще паприку, орегано, чеснок. Ну, то есть каждый как любит, я делаю такой стандартный соус. А почему ты используешь помидоры в собственном соку, а не свежие? Потому что они уже, то есть это как полуфабрикат. То есть мы можем взять свежие помидоры, утушить их в сковородке и потом поливать. А это уже как бы готовый полуфабрикат для того, чтобы сократить время готовки. Что мы сейчас делаем? Сейчас мы застаем тевтели. Так, я это сделаю. Вот она, наша волшебная варежка. И польем их соусом. И в пели. Давай. Вот так. И поливаем соусом. Каждую тевтельку отдельно. Да, можно, конечно, их в какую-нибудь, ой-ой-ой, более густую. А давай мы, знаешь, что сделаем? Давай мы возьмем ложку. Да. И вот так вот ложечкой. Давай. Ты сейчас посмотришь, скажешь, правильно я делаю или нет. Вот так раз. На каждую тевтельку. Да, давай ты будешь. А я буду то, что... Ферменный соус. Атонги Букс. Который можно кушать так, даже без тевтелей. В принципе, и тевтели эти можно кушать без соуса. Но когда все вместе. Да. Когда все вместе. На 10 минут отправляем содержимое противня вновь в духовку Ханса. А уж эта-то духовка справится с этим как-лик, то лучше. Тевтели с томатным соусом уже практически готовы. Но перед тем, как мы их будем доставать из духовки Ханса, я бы хотел представить всем очередной номер журнала «Просто и вкусно», который сегодня уже стал легендарным всего полтора года. Но пользуется бешеным успехом. Почему? Да потому что правильно простроена тактика и стратегия. Дорогие друзья, это номер июль-август. Здесь написано «Абрикосы, аромат и вкус сезона, молдавские традиции, очень сладкий номер». Как, в принципе, и все остальное, что ты готовишь здесь. Очень вкусное, сладкое, полезное, а главное, правильное. Рекомендуем. Итак, достаем. Тевтели уже можно доставать. Достаем тевтели из духовки. Ох, какой аромат стоит. Какая красотень. Люкс. Так, и теперь их надо разложить по вот этим кармашкам. Так, нам нужна будет, наверное, и вилочка, и ложечка, да? Можно ложечку. Давай я попробую ложечкой. Попробуй. Покажи, как это делается. Я тоже, а я попробую вилочкой. Давайте попробуй вилочкой. Поскольку тевтели, поскольку помещается, наверное, да? Да, да, потому что... Вот так. О, по две помещается спокойно. Да. Слава богу, сегодня питы можно спокойно приобрести в любом продуктовном магазине. Да все, что здесь представлено, все можно приобрести абсолютно спокойно. О, здесь три литы поместила. Да, да, одну туда, пониже. Круто. И томатного соуса можно туда побольше, потому что мы клали огурец и лук. Это как дополнение. То есть помидоры мы туда не клали. Если делать просто с тевтелями, то можно туда положить еще помидору. Для закуски с баклажанами мы взяли 1 большой баклажан, 100 мл растительного масла, 2 помидора, 200 граммов 9% творога, пучок мяты, 1 красную луковицу. Для закуски с тунцом нам понадобилось 1 лаваш, 250 граммов тунца в масле. 100 граммов твердого сыра, 50 граммов майонеза, 5 граммов порошка паприки. Для тевтелей в пите нам понадобилось 150 граммов мягкого хлеба, 2 зубчика чеснока, 2 луковицы. 300 граммов говяжьего фарша, 1 пучок петрушки, 50 мл растительного масла, 2 круглые питы, 1 пучок листьев салата, 1 огурец. 10 граммов сахара, 300 граммов томатов в собственном соку без шкурки. Дорогие телезрители, все готово, да, Ольга? Да. У нас готовы тевтели, у нас готовы баклажаны и готов тунец, запеченный вместе с сыром. Такие брускеты. Томатный сок, вот он стоит, что он вообще здесь делает? Ну, это все очень хорошо будет оглашать томатным соком. Ага. Наливаем томатный сок. Все мы знаем, что томатный сок – это кладезь витаминов, микроэлементов и всяких нужных полезностей для нашего организма. Наливаем томатный сок. И сейчас, конечно же, ты это все попробуешь. Впервые за всю историю выхода нашей программы на телеэкраны я пробовать это в программе не буду. Скажу почему, дорогие друзья. Не потому, что это невкусно, либо я боюсь, а потому что, если я начну пробовать, то я боюсь, уже не остановлюсь. А нужно еще попрощаться. А я попробую. Получилось как чипсы. Теперь вы знаете, как просто, быстро и вкусно из того, что есть в холодильнике, приготовить замечательное блюдо и наполнить стол всякими вкусняшками. Ну, а мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Я больше чем уверен, что вы все это попробуете дома сделать и скажете, вау, как это здорово. Оля, спасибо огромное за то, что ты сегодня пришла и порадовала нас в очередной раз. Скажем так, вот этими замечательными своими, не побьюсь этого слова, маленькими, но произведениями искусства. Будьте здоровы. И приятного вам аппетита. Вкусно? Очень. Начинаем кушать. То, что в моде всего лишь красиво, в технике еще и функционально. То, что в моде подчеркивает имидж, в Ханса создает комфорт. То, что в моде эксперимент. В Ханса отточенная технология. Ханса эстетикум. Ханса. Умная техника в моде.